Я умру для мира Хочу спросить вас, дорогие друзья, какая самая страшная и наглая ложь, с какой мы, пережившие еще безбожные времена, столкнулись в нашем детстве и отрочестве. Много было ложных представлений о Боге, о мире, о человеке, но, наверное, самое отвратительное – это теория о происхождении человека из, не поверите, из обезьяны. И у меня в памяти еще пошлые брошюрки Энгельса или другого какого-то товарища из германского интернационала о том, как труд превратил де обезьяну в человека. Эта теория и поныне находит место, к сожалению, в современных учебниках. И мне очень жаль тех детей, которые, встречая глупых учительниц, верят их в слово. И смотря на гиббонов и орангутанов, шимпанзе и макак, записывают под диктовку слова учителей с умным видом, рассуждающих о примате, синантропе, параантропе и прочей живности, которая де в свое время бродила по среднерусской возвышенности с палкой-копалкой, дав начало человеческому сообществу кроманьонцам, неандертальцам и прочей братии. Помните, как, пройдя советскую школу, от которой, увы, я многое воспринял в карикатурных представлениях о мире, уже студентом университета на филологическом факультете участь, я в канун Пасхи зашел, как бы случайно, в Божий храм. И оставалось полчаса до начала радостной пасхальной службы, все мне казалось в диковинку, я присматривался к окружающим меня людям, и вдруг увидел при собою служку алтарника, который, не слишком много интересуясь, кто и откуда, спросил меня, хочу ли я поучаствовать в крестном пасхальном ходе. Да, а почему нет? Молодому человеку все, диковинку все интересно. Ну тогда возьми от батюшки стихарь, белое длиннополое одеяние, в которое меня тотчас заставили облачиться, дав в руки хоругвь, с тем, чтобы я встроился в два ряда мужчин, ожидавших начала крестного хода. И вот уже раскрылись царские врата алтаря, священники в белоснежных ризах, с крестами, увитыми цветами и свечами в руках возглавили шествие, и мы вслед за ними вышли на улицу, запруженную народом. Таких сиявших радостью, восторженных лиц я не видел никогда в жизни. И раздались, наконец, возгласы священнослужителей «Христос воскресе! Воистину воскресе!» С ликованием отвечал народ. Погрузившись в этот неведомый для меня чудесный мир, и зайдя потом в храм, я стоял близ алтаря и думал, что никак мне не хочется расставаться с этим стихарем. Обличенный в него, я чувствовал себя ангелом. Мне едва не хватало крыл, чтобы взлететь, подняться от земли. Во всяком случае, душа моя уже была на небе. Ум освободился от угнетавшей его ранее суеты и житейских помыслов. Душа впервые сама собою стала беседовать с Богом. И молиться я все повторял, да то ли мне незнакомые слова церковного песнопения. «Воскресенье Твое, Христе спаси! Ангели поют на небеси, и нас на земле с подоби чистым сердцем Тебе славите!» Погрузившись сам в себя и на время отрешившись от пасхального богослужения, я вдруг стал размышлять о том, что не могу поверить в эту ложь, которая раньше принималась мною как само собой разумеющейся. Как? Мой предок, двуногая, мохнатая, отвратительная обезьяна, стихарь, в складке которого волнами струились долу, мою фигуру несколько удлинял и делал похожий на изображение тех святых, что в длиннополых одеждах смотрели на меня с храмовых стен. В тот час я чувствовал удивительное родство с небожителями, и сердце твердило и внушало мне – мы – Божье создание, мы – овечки, созданные Творцом, мы вышли из-под его творческих перстов, мои предки – это Адам и Ева, а вовсе не описанные мною пятикантропы и недочеловеки, информация о которых ложная, чуждая научная объективность, и, к сожалению, была внедрена в наши души с отроческих лет. Вот так парадоксально, не читая еще апологетических трудов, еще не будучи знаком с христианской антропологией, посетив пасхальную службу, я отрешился от карикатурных представлений о человеке и уверовал в то, что каждый из нас создан по образу Творца, каждый из нас призван уподобиться ему верой, надеждой, любовью, чистотою, радостью, терпением и молитвой. Этот переворот умственный, эмоциональный, духовный свершился во мне незаметно и незримо, единственно под воздействием божественной благодати, изливающийся светлыми потоками на души людские в храме Божьем, а это было в ночь на Господнюю Пасху. Эту историю, дорогие друзья, я рассказал вам не так просто, не с желанием занять ваше время, которое очень дорого, но потому что она всегда мне вспоминается, когда я раскрываю Акафист Иисусу Сладчайшему и обращаюсь к Нему с этими так многоговорящему и уму, и сердцу словами «Иисусе, Создателю Мой, не забуди меня!» Действительно прав, прав царь и пророк Давид, который в одном из псалмов сказал «Господи, мы суть овцы, пажите Твоей я, Ты сотворил нас, а не мы!» Не мы сами себя зачали в пробирке, но Бог творческими перстами из девственной глины, говорю образно, слепил естество каждого из нас в утробе нашей матери. Бог вложил в нас свой бессмертный образ, так что с будущим телом неизъяснимо, чудесно, вышерационально сочетается душа, разумная, свободная, стремящаяся к нравственному совершенству, различающая добро и зло. И мы также бесконечно далеки от обезьяны или другой бессловесной твари, как небо высоко отстоит от земли. Никакой революции или революции, естественным отбором и прочими явлениями этого подлунного мира, никто никогда не сможет изъяснить, каким образом мы, существа, получившие дар разума, мы сознаем сами себя, осмысляем собственную жизнь, пытаемся определить для себя цель как временного, так и вечного нашего существования. Животное движется лишь под влиянием своих инстинктов, а человек всегда выбирает лучшее. Мы почтены этой свободой выбора и иногда выбираем что-то вечное, нравственное, доброе, вопреки животным интересам, проявляя даже самопожертвование, полагая жизнь за друзей своих. Человек – существо богоподобное. Не случайно оно именуется венцом творения. В нас сочетаны временное и вечное, видимое и невидимое. А самое главное, в отличие от обезьян, родство, с которыми так охотно признают люди, противящиеся божественному откровению, мы призваны быть сосудами, вместилищем божественной благодати. Итак, кто же склонен доверять этим смехотворным, карикатурным теориям о так называемом естественном происхождении человека? Те люди, которые отказывают в себе в высшем смысле бытия. А ведь Бог ввел нас в чудный свой свет, желая, чтобы мы были причастниками его божественной благости, и, вступая через веру и крещение в живой и спасительный с ним союз, призваны накапливать божественную благодать и расточать ее в этом мире, превращая хаос бытия, искореженного грехом, в космос, то есть умножая вокруг себя мир, красоту и любовь. Иисусе, Создателе мой, не забуди меня, не попусти мне, Господи, скатиться по наклонной плоскости развращенной жизни в эту обезьянью философию, но даруй мне всегда иметь глубокую убежденность в духовном первородстве. Даруй мне, Господи, твою благодать, чтобы умом и сердцем я обращался к тебе не как заяц или камень, а ведь вся природа некоторым образом тянется к Богу, но как твой Сын, как разумное творение, с этими чудными словами, Иисусе, Создателю мой, Искупителе мой, Судья мой, не забуди меня, аминь. Субтитры подогнал «Симон»